Меня с большим удовольствием приветствую в эфире YouTube-канала «Утро февраля» политолога Олега Саакяна. Олег, здравствуйте. Приветствую также. У нас есть такое понятие, которое точно надо будет объяснить, а может быть и на примерах, на руках, не знаю, для российского населения. Единственный источник власти в Украине — народ. И с этим невозможно поспорить, потому что наша страна, наша история помнит множество революций, когда несогласные люди выходили на площади в разных регионах. У нас сносились президенты, которые придавали свой народ. В конце концов, когда началась война, 24 февраля, прежде всего народ. Армия — основа основ, но и народ встал на защиту, женщины, мужчины, с оружием и без, на защиту своей страны. Ну и в конечном счете сейчас сказать, что нам будут предлагать какую-то капитуляцию или переговоры, или что-то, что нам не понравится. Кто бы из власти, если они осмелятся на это согласиться, народ будет решать, только народ. А как вы считаете, почему против нас и даже использовали этот нарратив «братский народ»? Но если «братский», то значит похожий по характеру, по темпераменту. Но там так не происходит. Неужели действительно история только в том, что у них суперсильная система угнетения, правоохранительные органы, как они всегда говорят, ну куда мы выйдем, нам сразу по спине прилетит удар. В чем проблема? Почему для Российской Федерации источником власти не стал народ? Потому что в России никогда и не был народ источником власти. Это государство, которое всегда было централизовано. И само понятие источник власти, оно нас отводит в теорию, ко временам революции, ко временам еще монаршего времени, и к такому понятию, как суверенитет, то есть суверен, кто является носителем власти. В монархиях, понятное дело, что сувереном являлись и являются монархи, а народ является подданным. В республике же сувереном является народ, гражданин. Каждый отдельно гражданин, как часть нации, является сувереном, и, соответственно, они определяют политику, они определяют будущее страны. И они являются гражданами, а не подданными. Россия до сих пор остается в модели подданничества. Это неудивительно. История глубокая. Россия построена по модели империи и остается таковой до сих пор, лекала 18-19 столетия. Поэтому и институты государственные выстроены в таком же рядности. В советское время фактически просто Россия стала метрополией Советской империи. В этом всем в глубине веков затерялись сами русские. Кто такие русские? Что это за нация? Какой у них территориальный ареал обитания? Где, собственно, в России и место русских, как национальности, как нации, где их органы власти у татар в Татарстане есть. Понятное дело, Москва угнетает как метрополия это. У Чечни есть. У якутов, у всех остальных либо могут, либо есть, либо номинально, либо были уничтожены. Но как минимум хотя бы территории остались. Россияне стали гумусом для этой империи, растворились в ней. И русскость стала таким обобщающим понятием для всех национальностей и народностей внутри. Поэтому и Советский Союз также фактически продолжил имперский путь. И сегодняшняя Россия на этих же лекалах. Поэтому и россиянам эта фраза про народ как источник власти, она выглядит несколько пафосно-комичной. И я думаю, что если вот в бытовом уровне сесть поговорить, то чуть-чуть поковыряв, что называется, с любым россиянином, всё равно найдёшь где-то там имперца, который скажет, да ладно, в Конституции много чего написано, да понятно. Ну кто ж вам действительно власть-то в руки даст? Ведь что такое русская культура? Русская культура строится на первом. При мате насилия. Кто сильнее, тот и прав. У кого власть, тот и прав. Если у власти, органа власти есть власть, значит они командуют. Они не менеджмент, они не нанят, они не являются подконтрольными и не должны отчитываться перед народом. Ведь у них же власть. Народ подчиняется. Это народ должен отчитываться, народ должен подчиняться, принимать эти правила, а элиты, те, у кого в руках, это собственно власть, те являются начальниками. Во-вторых, это маленький человек. Идея о том, что человек, который очень маленький, ничего не решает. Он просто подстраивается под обстоятельства. Тайна его души раскрывается Достоевским и всеми остальными. Почему он идёт на преступления? Как он проживает эти тяготы и дилеммы моральные? Почему Герасим топит несчастную Муму, когда ему об этом сказала дворянка? Но, тем не менее, этот маленький человек живёт в каждом россияне и в их культуре. А это не предполагает того, что ты являешься сувереном. Ты своей жизни не являешься сувереном. Ты винтик системы. Вот это должно было бы быть написано в Конституции Российской Федерации. Поэтому, конечно же, третья оставляющая, я не говорил, это о великости культуры, о неком коллективности и исключительности. Просто у нацистской Германии были идеи расовой исключительности, того, что арийцы круче всех. А евреи, цыгане вообще какие-то отбросы. А все остальные, ну, их удел подчиняться. То у России исключительно строится на великой русской культуре, которая несёт духовность, великие ценности. А все остальные культуры, они поменьше. В джоулях, в килограммах. А есть культуры в общем мусорные. Ну, наций таких даже нет. Это культуры, которые, ну, такие, фэлстей, состоявшиеся. Ну, боже мой, чему чукчи могут научить русских? Или что там учить? И зачем знать вообще дагестанских писателей? Дагестанцы будут учить нас в Москве чему-то великому? Да, не смешите наши искандеры. Вот это всё лежит в основе. Поэтому, когда украинцы говорят об источнике власти в украинском народе, это подтверждается и действиями, и культурой, и консенсусом, который есть в обществе. А российская культура, история, консенсус, он не предполагает такого источника. Поэтому даже в Конституции писать об этом не стоит. Да, ну и в подтверждение всех ваших слов, по горячим следам, когда расспрашивали россиян, первое, что я помню, это дроны, которые прилетали в Москву. Каждый сказал, что ну, какое у нас мнение? Ну, нет, мы вне политики, мы не знаем, что сказать. Журналисты уточняют, ну, вам было страшно, вы что-то испытывали. Мы не разбираемся в политике. И сейчас, когда произошли эти события на выходных в России с этим недопутчем, то точно так же многие просто отказались. Они сами себе отказывают в праве иметь мнение, просто мнение, которое ты высказываешь, что уж там говорить о каком-то действии. Ну и хорошо, тем легче, значит, их будет в итоге побороть. Возвращаясь, конечно же, к насущным вопросам, Олег, того, что происходит сейчас с Украиной, с нашими фронтами и перспективами, министр обороны Украины Алексей Резников уверяет, что главное событие нашего наступления еще впереди. И когда это произойдет, все увидят. Об этом он сказал в интервью Financial Times. По его словам, для оккупации ряда населенных пунктов за последние недели не было главным событием в запланированном наступлении. Когда это произойдет, вы все это увидите. Все увидят. Министр также указал, что основные военные резервы Украины, включая большинство бригад, которые были подготовлены в западных странах и оснащены современными танками и бронетехникой, еще не задействованы в наступательной операции. То, знаете, Олег, хочется сказать, что, конечно, жалко министра. И не только министра Украины, потому что они на растяжке. С одной стороны, все уже обожглись на прогнозах и заявлениях. Потом нам выходит, говорит, ай-яй-яй, вы поджигаете украинский народ, вы им понадавали обещания, а мы же такого и не говорили. И потом через неделю министр снова выходит. А с другой стороны, это ведь и сигналы, и определенный импульс на Запад. На Запад, где так сильно критикуют. Значит, или там говорят, что не так быстро мы наступаем, не так эффективно и так далее. Как вы считаете, что стоит за этими заявлениями? Все-таки нужно отметить господин Резников. Он гражданский министр, он не военный. Военные бы никогда так не сказали. Но, тем не менее, после этих слов всегда спросят еще раз. Ну, так где же? Ну, у Резникова задачи другие. Он обеспечивает возможности армии вести боевые действия и оборонять страну, освобождать территории. Он действительно гражданский. Это, кстати, разница большая с Россией, где министр обороны является военным человеком. Ну, в погонах. Военным-то он никогда и не был. Максимум мог бы оленеводческую кавалерию вести в бой, наверное. И то не факт под звуки бубна. Но оставим это им разбираться внутри. В нашем случае министр обороны — это гражданский человек. И он действительно находится в нескольких растяжках. Первое сформировалось из-за того, что необходимо было сколотить целый ряд коалиций по поддержке Украины. Сначала помним, это несколько раундов Рамштайна. Дальше это сколачивание коалиции танковой. Дальше ПВО усиления дополнительное. Потом дальнобойные ракеты. И, в общем, сейчас продолжаем авиационную. И вопрос «ракет никуда не девается». Всё это требовало некой мобилизации западных обществ и западных элит вокруг чётких целей и задачей. И наступление украинское, на тот момент ещё контрнаступление, тезис, он стал такой мобилизирующей идеей, вокруг которой надо сплотиться, и тут всё понятно. Ну для чего? Для того, чтобы обеспечить контрнаступление. И это требовало, конечно, массированной информационной кампании и ударов в эту точку постоянных. Это абсолютно органично завысило ожидание. Ну вот, держите, всё есть, а теперь контрнаступление. Все запаслись попкорном и смотрим. В Украине, мне кажется, с небольшим запозданием, но всё же достаточно, можно сказать, в последний вагон запрыгнули, начали снижать эти ожидания от украинского контрнаступления. Но на Западе инерция была больше. Поэтому мы увидели сразу же с первых неделей активных боевых действий наступательного характера со стороны Украины, как все сидели и ожидали. Уже наступление, уже наступление, не наступление. Ага, наступление. А, так это не то наступление, как мы себе его представляли. Ну, значит, всё, всё не удалось, всё провалилось. В общем, не освобождают десятки, сотни километров в день. Тут второй момент стал. Мы стали заложниками собственного успеха ранее. Север Украины, Харьковщину, Херсонщину освобождали по разным сценариям, разные они по качеству, но тем не менее темпы, скорость всё равно была большая. И, соответственно, это выглядело как огромнейший успех и как быстрая победа. И это создало ощущение, привычку некую. На Западе, что значит, если сейчас набрали оружие, то должны быть ровно такие же быстрые победы. И это сыграло с нами злую шутку. Ведь сейчас это не контрнаступление. Это летняя осенняя кампания, целая серия наступательных операций в условиях, когда россияне чётко, с пониманием, с расстановкой готовились к этому украинскому наступлению. И рыли траншеи и окопы, бетонировали, меняли тактику поведения, оснащали свою армию приборами ночного видения, заполонили беспилотниками малыми линию фронта, более активно начали использовать беспилотники Камикадзе-Ланцет и много чего другого, уже не говоря о том, что как дурные мыла завезли Птуров на фронт. Они делали выводы и готовились. Не надо недооценивать врага. И сейчас Украине сложно выгрызать. Но, тем не менее, наши военные парни и девушки выгрызают каждый метр, каждый квадратный километр украинской земли у врага с боем, потом кровью и потерями. А это та картинка, которой никто не готовил. Западные общества, ни их лидеры, ни Украина не могла транслировать этой картинке, так как иначе бы мобилизировать на предоставление оружия было бы сложнее. Есть некая эволюция и инерция общественного сознания на Западе. Ну и третий момент — это образ. С самого начала Украинской войны, после того, как Украина выстояла, а первый месяц Украина выстояла без чьей-либо помощи, максимум могли позвонить, добрым словом поддержать. И единичные экземпляры вооружения, которые нам предоставили наши балтийские друзья, за которые мы безумно благодарны. Я думаю, что после войны еще в Украине будут стоять и памятники, и отдельные фамилии. Войдут в историю Украины, наших друзей из Европы. Но тем не менее, это были штучные экземпляры, которые даже на десятые и сотые процента не могли бы повысить боеспособность в тот момент. Они были важны как политические шаги и как возможность сдвинуть камень с места. Так вот, тогда сформировался образ про Украину как страну недюжей силы, такого себе марвеловского супергероя. Ну и тут беда. Супергерой, он всегда силен, он всегда побеждает, он всегда быстро решает вопрос преступникам. Ну можно сказать, что это библейский образ, например, Давида и Голиафа. И мы стали заложниками того, что сейчас, уже под сегодняшние реалии войны, сегодняшнего дня, этот образ супергероя не совсем подходит. Мы попали уже в ситуацию ситуативной окопной войны. И это уже скорее картинки Второй мировой, и это уже скорее другие герои, другие образы. И тут необходимо работать с нарративами. Иначе тогда остаётся огромнейшее поле для интерпретации, которым пользуются в силу своих рациональных различных интересов. Журналисты хотят громких заголовков, поэтому западные журналисты быстренько берут материалы и говорят о том, что, смотрите, а может быть всё-таки наступление состоится, а может быть оно не так хорошо двигается, а в общем оно медленнее, чем мы думали, происходит. Политики оппозиционного толка начинают критиковать своих оппонентов, которые у власти, говоря о том, что, видите, вы сделали ставку на наступление Украины, а ведь Россия всё равно не упадёт, прочее. Тут спасибо большое господину Пригожину, российским элитам, которые нам очень сильно помогли. Они нанесли удар под дых мифе о стойкости путинского режима, о единстве России, о чём было сказано сразу же по горячим следам, например, министрам иностранных дел Италии. И во Франции начали об этом задумываться. Британия уже громко заявила о том, что необходимо готовиться к сценарию возможной фрагментации распада России. На Западе рухнул этот миф. И это нам помогает. И, конечно, здесь ещё третий момент, что на фоне этого всего Украина сейчас... А, имеется в виду, Украина сейчас ещё и становится невнятным, скажем, активом, вот в этой фазе, когда ещё не выровнялась, для власти. Оппозиция критикует горячие заголовки журналисты, а власть пытается минимизировать для себя риски. И они не хотят брать на себя издержки и негативы от возможных неуспехов Украины в наступлении. Поэтому они дистанцируются от тематики Украины, поэтому они громко сейчас не говорят, подождите, вот Украина сейчас ещё. Это приходится делать министру обороны Украины. В том числе поддерживают стройность ряду в западной коалиции по поддержке Украины. Да, я думаю, что, конечно, такие предложения дипломатия наша не использует, но от себя бы я бы сказала так, что если кому-то не нравится скорость, кто-то думал, что будет эффектней и эффективней, то всегда welcome присоединиться. У нас существует прекрасный интернациональный легион, который только ждёт пополнения свежей крови. Ну и, в частности, мы, Олег, спросили у украинцев, чего больше всего они ждут и ожидают от этого наступления и освобождения наших территорий. Давайте услышим. Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина ещё не начинала полномасштабное контрнаступление. Мы спросили у украинцев, чего они ждут от летней кампании против российских оккупационных войск. В первую очередь я не ожидаю каких-то срочных отчётов о победе, потому что это дело ВСУ, и они не должны нас впечатлять прямо сейчас, каждую минуту. Это должно быть секретом в первую очередь. Но я ожидаю деоккупации всех наших территорий, а если и Москва сгорит, это неплохо. Первое – деоккупация территорий, занятых Россией. Всё. Деоккупация Крыма, восточных регионов, Донецк, Луганск, и чтобы Путина сожгли, можно тоже. Хотелось бы увидеть, конечно, как горит Москва вся. Не только Кремль, а Москва. Территориальная целостность Украины. То, что Украина ещё не наступала, не начинала конкретного контрнаступления, а только хочет освободить свои территории, это однозначно. А как будет выглядеть контрнаступление, и каких ждать последствий и момента освобождения, это неизвестно. Я бы ничего не желала людям вообще такого ужасного, чего-то сожжённого или затопленного. Я бы хотела, чтобы закончилась война и наступил мир, потому что это самые страшные времена, когда начинается война. Надеемся, что всё-таки это контрнаступление принесёт серьёзные результаты и без последствий для нас, потому что мы понимаем, наши наступают, а они нам делают за это беду. Так что будем надеяться, что всё будет быстро и действительно освободят территории. Сожжённый Кремль – это однозначно. Деоккупацию, потому что мы в наших ВСУ уверены, всё будет хорошо и за нами победа. Да, я здесь, вы знаете, Олег, добавила ещё новую информацию, которая требует пояснения. Меняется ли позиция Китая? Стремление Украины к возвращению своих земель в международопризнанных границах 1991 года отвечает позиции Китая об уважении, суверенитете и территориальной целостности всех стран. Об этом заявил посол КНР в Евросоюзе Фуконг в интервью Аль-Джазире. На вопрос о поддержке цели Киева, которая включает освобождение всех территорий, оккупированных территорий России, в том числе аннексированного в 2014 году Крыма, дипломат сказал, почему бы и нет. Нужно отметить, что это интервью, на самом деле, посол Китая давал в середине июня. Сейчас только оно стало популярным, или известным, переведённым. И, по сути, если как будто бы смотреть на пункты мирного плана Си Дзиньпиня, то там действительно первый пункт был суверенитет. То есть как будто бы всё стабильно. С другой точки зрения, мы ведь знаем, что из неформальных источников Западная Перес писала, что делегация от Китая предлагала всё-таки нам территориальные уступки, на что Украина не пошла. Как вы считаете, Фуконг просто хороший дипломат и говорит то, что от него хотят услышать, или каким-то образом действительно могла бы трансформироваться позиция Китая? Позиция Китая трансформируется вслед за российским успехом или неуспехами. Для Китая Российская Федерация является партнёром в противостоянии Западу. Младшим партнёром, равным партнёром, по-разному начиналось. На сегодняшний день я бы сказал бы, что уже младшим партнёром, причём в зависимой позиции. Но, тем не менее, Китаю нужна Россия целиком. Это понятное дело. Зачем гоняться за кусочками и конкурировать за них? Плюс так или иначе, с падением геополитического влияния России приходится конкурировать за это влияние на других участках, в других странах. И, соответственно, тут для них важно всё это получить пакетом. Во-вторых, конечно же, для Китая Россия необходима как доступ к Арктике, к торговым путям, к ресурсам, к остальному. Поэтому здесь союзник, партнёр в противостоянии Запада. Но, например, первичные планы Китая включали и военный союз России. Поэтому проводила целый ряд учений. Но с момента, когда России не удалось захватить Украину, и Россия потянула за ядерной боеголовкой, уже были первые неуспехи на фронте, то Китай пересмотрел эти планы и фактически отказался от военного союза с Россией. Ввиду того, что Россия не способна вести эффективную войну конвенциональным методом. И как только они начинают проигрывать, они тянутся за ядерной боеголовкой. Тогда мы увидели от Китая жёсткие заявления о том, что они считают неприемлемым применение ядерного оружия. И, соответственно, даже сама риторика шантажа ядерная для них является неприемлемой. Это очень хороший был знак, который ознаменовался то, что Китай не собирается брать на себя риски, связанные с российской авантюрой, российской версией против Украины. Далее мы могли видеть, как позиции Китая всё больше обретали некого своего контура. В частности, сейчас после визита Блинкина в Китай мы увидели, что есть точки соприкосновения, есть точки, по которым договариваются Китай и Соединённые Штаты обоюдовыгодные, и есть точки, в которых они договариваются о правилах конкуренции. То есть геополитический полюс после распада Советского Союза, который по инерции находился в Москве, он мигрировал в сторону Китая, но зависал где-то посередине, потому что в военном, геополитическом плане он всё ещё был ближе к Москве, но, например, в экономическом, инновационном плане находился уже в Пекине. И вот сейчас он максимально уже закончился этот процесс, он домигрировал и полностью переместился в Пекин. Соединённые Штаты признали фактически Китай ключевым конкурентом, с которым готовы согласовывать правила игры, с которым готовы вести конкуренцию по правилам. И Китай со своей стороны также признал Соединённый Штат такой альтернативой себе. Они договорились, помним, что Китай акцентировал внимание о том, что не надо нас переубеждать, надо уважать наш отдельный путь, отдельные ценности и всё остальное. Вот на этом фоне, конечно же, такие заявления Китая, они говорят нам, что Китай продвинулся ещё дальше. И теперь уже не только военный союз, а, скорее всего, я бы это скромнилил следующим образом, что Китаю необходимо целостная Россия, но это возможно обеспечить только за счёт транзита власти в России. Если этого не сделать, то военные поражения России приведут к неконтролируемой смене власти, через смуту, соответственно, этот транзит может разнести в клочья саму Россию. Поэтому Китай вплотную приближается к тому, чтобы согласиться и принять для себя как основную стратегию смену режима в России, как путь к тому, чтобы сохранить Россию в зоне своего влияния целостно и пакетом. Тут, кстати, знаете, ещё появилась информация от африканской делегации. Они снова собираются и ехать в Украину и в Россию. Речь идёт о том, что они собираются ещё раз встречаться с лидерами стран и президентом Украины и временно исполняющим обязанности президентом Российской Федерации. Об этом заявил глава МИДа Южноафриканской Республики. Значит, согласно их словам, Москва и Киев согласились вновь принять в себя делегацию. Хотя, если мы вспомним с вами пресс-брифинг после встречи с президентом Украины, то было видно, что Владимир Зеленский был недоволен тем, что ему предлагали. И мирный план африканской делегации тоже был крайне странным. В частности, там же есть история ещё и с тем, чтобы снять международный арест, ордер на международный арест военного преступника Путина. Тем не менее, есть вот эта инициатива. При том, что мы с вами понимаем, Олег, что после пятницы и субботы пускай пока что незримо, но крайне многое изменилось. То есть, в Москве уже совершенно не тот лидер и не то к нему отношение и дальше будет только усугубляться. И до этого всё-таки говорили, что вот этот мирный план африканских лидеров, он поддерживался тем самым Китаем. Китай делал вообще отлично написанным, можем его рассматривать. Что за этим стоит? Не всё ли это в таком случае бессмысленно, да, эти поездки, эти делегации, которые так или иначе предлагают нам поддаться России или, как говорил в своё время Эммануэль Макрон, сохранить лицо Путину? Уже давно никто не хочет сохранить лицо Путину. И про поддаться Россию уже речи не идёт. Конечно, в глобальном юге всё ещё Китай играет активную роль и пытается создать позицию такого хорошего полицейского, не знаю, более мягких позиций, которые приедут и проговорят. Но тут несколько сразу складывается мотивация на понимать, что они все процессные, они не результативные. Выбор у одного из лидеров африканских стран, который фактически всех их собирает ехать, ему необходимо демонстрировать свою силу геополитическую, помочь. Россия, Украина, экс-советский союз, большой вызов. Европа не может, Штаты не могут, Китай не может, никто не может. А вот они, Африка, сейчас могут. Ну, красивая картинка, процесс занимательный, яркий, электорально в Африке продаётся. Один из культурных, скажем, моментов, электоральных в Африке, это вопрос гордости, вот этой национальной и африканской гордости по отношению к остальному миру. Это сейчас, Олег, провоцируете вам миллион двести шуток, которые, конечно же, я не могу сказать, потому что мы с вами представители демократического европейского государства. Безусловно. И вот с колыбели человечества Африки едет некий лидер Путину сказать, ну, ты там, одумайся, вот смотри, есть какие-то предложения и прочее. Теперь сидит условный президент Центрально-Африканской республики, наблюдает за всей этой канителью с Факнером и думает, боже мой, это такое в России, а у меня такой фигни нет. Так это я круче Путина, а у меня такое невозможно. Путин обвалил сейчас собственное уважение в африканских глазах и, собственно, авторитет. Он показал себя не сильным лидером, который других спасает, а он показал себя тем, кто судорожно звонит всем напропалую, причем понять зачем даже, вот просто даже предполагает, вот чтобы что. Он обзванивал всех лидеров просто чтобы, не знаю, оружие попросить. Для кого? Мы видели, что никто его защищать не собирается. Попросите из Конга, например, военный контингент для защиты Кремля? Ну, позвольте, более комичную картину я себе представить даже не могу. Причем, это должен быть какой-нибудь полк имени Пушкина, судя по тому, как Россия продвигает тезис чернокожим гениальным поэте и писателем. Или от Такаева, чего он хотел, от Эрдогана. Может быть, просто чтобы добрым словом в тяжкую минуту поддержали. Но это выглядело крайне нелепо, мягко говоря. Конечно же, на этом фоне геополитическое авторитет Путина обвалился просто. И Китай сейчас будет калибровать свое поведение. И посол, которого цитировали уже приезд, он и ранее делал заявление относительно территории ценностей Украины около года назад. И после этого его не сняли. И никуда он не уехал. И не вызвали его на консультации в Пекин. Что говорит о том, что это согласованная позиция, которую он озвучивал. Надо понимать еще китайскую культуру, устройство политическое. Там просто так не скажут. Если бы он сказал, то его к стенке бы уже поставили. Если бы он выдал бы свою позицию за государственное. И то, что он сейчас говорит, это в проброс. Но говорит это куда? Не BBC. Он это говорит. Он это говорит не украинским медиа, а говорит Аль-Джазире. Именно туда, на глобальный юг, на арабские страны, Средняя Азия, которые также смотрят Аль-Джазиру, африканский континент. Это четко месседж туда, что Украина может возвращать свою территориотсельность. А все это еще происходит на фоне проведенную в Копенгарине консультация относительно форума мира, саммита мира, который Украина готовит. И относительно тех 10 пунктов предложения о мирном плане, которые положил на стол президент Зеленский. И в частности, встречи как раз с представителями глобального юга о возможном их присоединении к этому плану. Вот такая вот интересная конструкция выстраивается. Надо еще сказать, что как раз это тайная встреча. Она происходила аккурат в то время, пока в Москве пытались шатать режим Путина. Я очень надеюсь, что это тоже повлияло на определенную атмосферу во время этих встреч. Ну и говорят, что она не последняя в перспективе. Значит, что Олег нам будет с вами обязательно о чем поговорить. Да, пожалуйста. 10 секунд. Она настолько тайная, что господин Ермак на своей страничке, еще находясь там, опубликовал фотографию и заявил, что консультируется с политическими представителями этих стран. И потом через несколько дней слив в... В немецком, да. Да нет, даже не немецкая, нидерландская, по-моему, медиа, РТ, а потом уже немецкая Deutsche Welle публикует, что это была сверхсекретная встреча. Ну, зайдите в телеграм-канал Ермака и увидите там фотографии и описание, Но, тем не менее, согласитесь, что прям вот конкретные подробности пока это еще не обрастается. Возможно, будет со временем. Спасибо большое, Олег, что присоединились к нашему эфиру и стали гостями утрофеваля. Субтитры сделал DimaTorzok